МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И они между собой взаимосвязаны. Что касается первого требования, то Россия обязана выполнять Минское соглашение. В противном случае она должна платить цену. Что касается безопасности ситуации, то я еще раз подчеркиваю, что Россия обязана выполнить Минские договоренности. Если она будет продолжать агрессивную политику против Украины и против всего мира, то должна платить цену. В том числе платить цену и из-за новых санкций, и из-за нашего единства. Единство стран-членов ЕС, единство Украины и единство США. Минск – это единственный документ, который может служить началом деэскалации. Подписали? Выполняйте. Прежде всего, я хотел бы повторить, что мы все в Европе поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины. Это очень важно. Я повторю это еще раз. Самый главный момент – это безопасность и защита восточной части Украины. Я хотел бы сказать, что мы стараемся работать вместе с нашими партнерами и выполнить соглашение, насколько это возможно, о прекращении огня. И единственный способ это сделать – это вернуться к Минским соглашениям. Очень важно прекратить огонь и отследить его прекращение, и обеспечить выполнение всех условий. Руководители силовых ведомств отчитались о ходе расследований самых громких дел. По словам генерального прокурора Украины Виталия Яремы, появились новые факты в деле о закупке угля из Южноафриканской республики. Кроме того, по словам генпрокурора, одному из чиновников Центра Энерго объявлено подозрение в хищении государственных средств в особо крупных размерах. Речь идет о краже около 5 миллионов гривен ежемесячно. О чем еще сообщили руководители силовых ведомств, смотрите далее в сюжете. Генпрокурор, председатель службы безопасности и министр внутренних дел сделали общее заявление о создании единственной следственно-оперативной группы по расследованию преступлений, совершенных во время Евромайдана. По словам генерального прокурора, в нее вошли 85 оперативных работников трех ведомств. Расследуется 15 эпизодов преступлений, разыскивается 22 человека, еще 13 находятся в разработке. Следственная группа работает как единое целое. Никаких разногласий между ее участниками нет, и мы надеемся, что в рамках уголовного законодательства, в рамках закона, который сегодня позволяет проводить следствие, уже в ближайшее время вы услышите новые результаты расследования этих фактов. По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, по состоянию на сегодня полностью раскрыто уже несколько дел. Трое задержанных и трое преступников в розыске по делу о нападении на журналистку Татьяну Черновол. Также удалось найти виновника похищения активиста Игоря Луценко. И следствию удалось раскрыть громкое дело об убийстве журналиста газеты «Вести» Вячеслава Веремея. В отношении Веремея полностью установлены все обстоятельства этого убийства. Задержаны, есть ряд задержанных, так в том числе в отношении некоего Крысина, того самого человека, который, если вы помните это видео, бил Веремея битами перед тем, как в него выстрелили. Один из этих людей опознан, сознался, дал показания, соответствующее дело в отношении него выделено в отдельное производство и направлено в суд. Отчитались силовики о расследовании экономических преступлений семьи. Генпрокурор сообщил, что адвокаты Януковича в минувшую пятницу попытались снять 20 миллионов гривен со счета семьи во счетбанке. Но, по его словам, попытка окончилась неудачей. И напомнил, что ранее правозащитники бывшего главы НБУ Сергея Арбузова также пробовали обналичить средства клиента. Но это им не удалось. После чего финмониторинг снова заблокировал счета. Неделю назад была попытка снять арест со счетов экс-главы НБУ Сергея Арбузова. Хочу сказать, что благодаря общему взаимодействию финмониторинга и генпрокуратуры нам удалось удержать выполнение этого судебного решения и очередное решение, которое было принято в понедельник, заблокировало эти счета, и ни одна копейка с счета Арбузова не было снято. Между тем, генпрокурор сообщил, что Интерпол отказывается объявить в международный розыск экс-президента Украины Виктора Януковича, который сбежал в Россию. Несмотря на то, что генеральная прокуратура предоставила все необходимые материалы, которые должны стать основой для объявления его в международный розыск. К слову, в октябре Интерпол объявил в международный розыск 4 из 20 разыскиваемых Украины бывших госчиновников. Наталья Прогор, Даниэль Косаковский, БТБ Председатель Национального банка Валерия Гонтарева на встрече с менеджментом крупнейших 40 банков Украины представила новых руководителей ряда подразделений банка. По ее словам, большинство из них хорошо известны на рынке. Также она анонсировала презентацию на следующей неделе новой структуры НБУ. Что касается ситуации на валютном рынке, то, по словам Валерии Гонтаревой, регулятор позволил ключевым его участникам самостоятельно сформировать равновесный курс. Этому поспособствовали ежедневные аукционы, которые НБУ проводит исключительно для курсового ориентира рынка, а не для удовлетворения потребностей в иностранной валюте. Председатель Национального банка отметила, что от роста обменного курса страдают прежде всего банки. И напомнила, что регулятор имеет административный инструментарий, который может быть введен в случае чрезмерного курсового давления на рынке. Кроме того, Валерия Гонтарева отметила, что регулятор продолжает осуществлять оперативное регулирование ликвидности банковской системы. А заместитель председателя НБУ Александр Писарук объявил, что регулятор вместе с профильными ассоциациями уточняет порядок регулирования деятельности банков в Украине во время проведения антитеррористической операции на Донбассе и оккупации Автономной Республики Крым. Согласованную позицию регулятора банковского сообщества представят через неделю на очередном совещании. Завтра Верховная Рада поработает только до обеда, заявил на согласительном совете спикер парламента Владимир Гройсман. С утра на заседание депутаты назначат председателей трех комитетов финансового, строительного и регламентного, которые с прошлой недели остались без руководителей. Проголосуют еще несколько постановлений. После этого до четверга отправятся работать в комитеты, готовить законопроекты к следующим заседаниям. А наиболее приоритетных далее в сюжете. Планы у депутатов эпохальные. У каждой фракции и группы свои предложения на эту неделю. Первым делом заняться подготовкой госбюджета на следующий год, утвердить который необходимо до 26 декабря. Такую задачу ставит перед депутатами на согласительном совете спикер Владимир Гройсман. И напоминает, что перед тем парламент должен принять еще бюджетные и налоговые кодексы, над которыми предлагает немедленно начать работу. Очень важно, чтобы бюджет 2015 года приняли не на старой централизованной основе, а с учетом изменений в законах, которые мы должны совершить по поводу бюджетной децентрализации. А это означает, что нам с вами нужно будет принять изменения и в бюджетные, и в налоговые кодексы. И все это должно происходить в максимально сжатые сроки, до 26 декабря. Сразу несколько фракций предлагают на этой неделе сконцентрироваться на решении оборонных вопросов, в частности, направить обращение в Конгресс США о присвоении Украине статуса военного союзника и отменить внеблоковый статус государства. Уже завтра, во вторник, мы сможем рассмотреть закон, который широко обсуждался в обществе. Это касается отмены внеблокового статуса нашей страны, с тем, чтобы мы могли иметь перспективу евроатлантической интеграции нашего государства. По мнению других фракций, работу новый парламент должен начать с исполнения предвыборных обещаний. Я предлагаю на этой неделе начать процедуру рассмотрения вопроса о снятии депутатской неприкосновенности и новый закон о выборах. Принятие нового закона о выборах на пропорциональной основе по открытым спискам. А еще коалицианты предлагают разобраться в инциденте, произошедшем на выходных в Виннице. Нужно создать группу по одному с представителей коалиции, демократических партий, которые входят в коалицию, и направить их для объективного выяснения событий, которые произошли в Виннице. Участники коалиции предлагают также в четверг рассмотреть и утвердить программу деятельности правительства. Депутаты из оппозиционного блока о своем настаивают принять закон об оппозиции, а представители группы экономическое развитие требуют отчет главы НБУ. Так как курс доллара тоже необходимо учесть при бюджете на следующий год. Успеют ли депутаты уложиться в неделю, время покажет. Завтра-послезавтра они намерены окончательно определиться с повесткой дня на четверг, а также утвердить календарный план законодательных инициатив на ближайшую сессию. Оксана Вопрышко, Андрей Ковалев, Александр Котельников, БТБ. Министр социальной политики Павел Розенко на рабочем совещании поручил своим заместителям поехать в командировку на восток Украины, сообщает пресс-служба ведомства. Таким образом, правительство сможет лучше понять проблемы вынужденных переселенцев и населения, которые проживают в освобожденных от боевиков районах Донбасса. Напомню, ранее Кабмин отменил социальные выплаты на неподконтрольных центральной власти территориях Восточной Украины. Голосеевский район столицы передал посылку бойцам в зону АТО. Дети всех школ района присоединились к акции «Зажги надежду в сердце». Кроме теплых вещей, военным также передали продукты и открытки. Школьники верят, что очень важно поддержать и обогреть солдат теплом своих сердец и помочь им сохранить веру в победу и твердую уверенность, что дома их очень ждут. Со школьниками общалась наш корреспондент Ярослава Ковтун. Формирование у школьников патриотизма и гражданских ценностей – основная цель национального проекта «Зажги надежду в сердце». Собирали теплые вещи на восток ученики как начальных, так и старших классов. Десятиклассница Валя тоже присоединилась к проекту, ведь верит, что каждый человек может помочь хотя бы одному бойцу, и тогда победа будет за нами. Я передавала сахар и чай. Я, конечно, понимаю, что это не оружие, это не теплая верхняя одежда, но я надеюсь, что это душевно согреет наших бойцов. Активнее всех согревали душу бойцов самые юные школьники. Первоклашки рисовали открытки и новогодние поздравления, чтобы защитникам было тепло этой холодной зимой. Все подделки передали бойцам 12-го батальона территориальной обороны. Теплые рукавицы, чай, кофе, газировку, кажется, и носки теплые. Чувствую, что надо помогать нашим солдатам, чтобы они выигрывали на всех войнах, чтобы они не страдали, и чтобы Украина победила. Сбор гуманитарной помощи организовали педагогические коллективы школ Голосеевского района. Наставники вместе с семьями школьников собрали 5 тонн гуманитарной помощи. Это и чай, и сахар, рукавицы, шарфы и шапки, а также продукты питания. Также в машину погрузили огромное количество рисунков и открыток. Дети, чтобы поддержать боевой дух наших защитников, создали более 700 творческих работ. Это рисунки, которые вы видите сейчас перед собой. А новогодняя ёлка будет напоминать о доме. У каждого из нас свой фронт. У них фронт на передовой, а у нас в целу. И мы всегда готовы помочь тем бойцам, которые находятся сейчас в зоне АТО. Больше всех переживали учителя. Ведь они стояли у истоков проекта. На протяжении двух месяцев передавали разные посылки солдатам. И за это время, говорят, не было ни одного равнодушного человека. Все присоединялись к общему делу. Они воюют там, а мы тут. И мы за них очень болеваем. Они воюют там, а мы тут. Мы за них очень болеем. Мы очень за них переживаем. Мы молимся. Это для нас тоже важно. Они там не одиноки. Вся Украина с ними. Дети с ними. Потому что, когда я в первый раз взяла этот рисуночек ученика первого класса, сверху было написано. Папе в АТО. 51-й батальон. 51-й батальон. Родители и дети не понаслышке знают о военных действиях. Ведь защищать родину на восток поехали либо их родственники, либо друзья. Родители не в силах сдерживать слезы делятся своими впечатлениями о том, как юные школьники готовились к этой акции. У отца служит брат родной. Они освобождали в Донецке, Славянск и Краматорск. На самом деле это очень, конечно, тяжело. И говорить об этом... На самом деле дети очень чувствительные. Казалось бы, что сейчас страна гаджетов сильно наших детей затянула. Но это не так. Если родители патриоты, дети их будут на 100% патриотами. И они будут всегда об этом помнить. Учителя и представители штаба АТО торжественно подписали акт передачи гуманитарной помощи. Наставники рады, что помогли школьникам внести лепту в поддержку военных. А родители гордятся своими детьми. Ведь именно в сложной ситуации для страны, независимо от возраста, юные украинцы объединились и показали, что патриотом можно быть в любом возрасте. Ярослава Ковтун, Иван Иванько, БТБ. К этому времени это вся информация в завершении нашего выпуска об ожидаемых событиях 9 декабря. До встречи. На заседании Верховной Рады парламентарий назначит председателя финансового, строительного и регламентного комитетов, которые с прошлой недели остались без руководителей. Представители Министерства обороны расскажут о создании и направлении к деятельности Центра освобождения заложников в преоборонном ведомстве. Чего ожидать Украине после прекращения работ по Южному потоку? Эксперты обсудят энергетические перспективы страны. Продолжение следует...